По сведениям, полученным от пресс-службы МЧС, на возгорание выезжало около 40 единиц техники. Пожар к утру был потушен, пострадавших нет. Загорелась заполненная газом вагон цистерна. Сейчас на нефтезаводе создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах произошедшего инцидента. Также сообщается, что во время пожара производство на РНПК не останавливалось. Напомним, что это уже второй большой пожар на Рязанском нефтезаводе, произошедший в нынешнем году. Прошлый пожар, надо сказать, был куда более масштабным. Тогда 12 февраля от железнодорожного состава отсоединились сразу 14 цистерн и столкнулись с еще четырьмя закачанным эфиром, который применяется при производстве бензина. От удара и произошло возгорание, которое тушили почти 12 часов. А буквально через пару дней после той большой техногенной аварии произошло еще одно происшествие. При подаче состава из 10 вагонов цистерн для заправки жижным газом с рельсов сошли две пустые порожные цистерны. В обоих ЧП нефтезаводское начальство обвинило сотрудников РЖД. Однако, по сообщению издания Росбалт, Ространснадзор нашел грубые нарушения при отгрузке нефтепродуктов в железнодорожные цистерны именно со стороны работников Рязанского НПЗ. И даже временно запретил проводить такие работы. К тому же выяснилось, что ответственные сотрудники РНПК не проходили своевременный инструктаж и проверку знаний техники безопасности. Теперь, спустя 8 месяцев после проверок, авария случилась вновь. По-видимому, транспортировка цистерн на Рязанском нефтезаводе – это слабое место предприятия. А где тонко, там, как известно, рано или поздно рвется. Чего может стоить такой вот прорыв городу и предполагать не хочется. Так что дышим выбросами, считаем аварии и опасаемся катастрофы. Да здравствует нефтезавод! Продолжение следует...